Партнер программы события Лицкий хлебозавод Используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты Лицкий хлеб выпечен с любовью В эфире Лицкого телевидения информационная программа события В студии Павел Балейшис Здравствуйте Начинаем выпуск с анонса Направлены на улучшение бизнес-климата в стране В январе в Беларуси вступает в силу ряд нормативных правовых актов Которые существенно повлияют на деятельность субъектов хозяйствования Плановые проверки всех субъектов хозяйствования в 2018 году будут полностью отменены Поставь свечу в защиту жизни нерожденного ребенка Во всех православных храмах сегодня прошли покаянные молебны О прощении греха дет и убийства во время абортов Тем, кто совершил аборт, конечно, нужно окраяться в этом рехе На счету 42 медали Открытое первенство района по плаванию среди учащихся спортивных школ для Лицких ребят Стало успешным Это вот как результат работы тренерско-преподавательского состава И сейчас подробности этих и других тем В январе в Беларуси вступает в силу ряд нормативных правовых актов Которые существенно повлияют на деятельность субъектов хозяйствования и граждан И на улучшение бизнес-климата в стране Ключевой в данном пакете документов декрет президента номер 7 о развитии предпринимательства Он предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государства и бизнеса Минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования И усиливает механизмы саморегулирования бизнеса И его ответственность за свою работу перед обществом С этой целью будет введен уведомительный принцип осуществления деятельности в сферах Которые составляют 95% всего малого и среднего бизнеса Согласно декрету это бытовые, туристические и социальные услуги Торговля, общественное питание, перевозки пассажиров и багажа Производство продукции и стройматериалов Для занятий перечисленными видами деятельности Достаточно будет подать единственное уведомление в исполком Через службу «Одно окно» Либо с помощью портала электронных услуг Заниматься заявленным видом деятельности можно на следующий день после этого Что касается работы указа 337 по развитию и работе физлиц Он работает уже с октября месяца И буквально на 1 января текущего года У нас уже более чем 500 физлиц осуществляют деятельность по заявительному принципу То есть не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей А приходят в налогуинспекцию Плачивают единый налог по определенному виду деятельности И работают Что касается декрета номер 7 То ЭМ предусмотрено до 2020 года не менять ставки налогов Только те ставки будут меняться, которые приняты в белорусских рублях И для адаптации их в соответствии с инфляционными процессами Также в сфере контрольной деятельности сужается Минимальное вмешательство по контрольной работе Отменяются плановые проверки субъектов хозяйствования Будут проводиться только внеплановые проверки И то, если любой контролирующий орган будет иметь конкретные сведения оперативные О нарушении работы в той или иной сфере деятельности Будут предъявляться налоговые обязательства субъектам хозяйствования Не более чем за 5 лет при проверках Также определено, что физическим лицам будут предъявляться налоги Не более чем за 3 года предшествующие Также разрешено будет применять упрощенную систему налогообложения Субъектам хозяйствования, которые работают через интернет-магазины Ну и ряд других послаблений по контрольной деятельности Декретом номер 7 о развитии предпринимательства Утверждены общие требования пожарной безопасности Санитарно-эпидемиологические требования Требования в области охраны, окружающей среды и ветеринарии К размещению, устройству, оборудованию, содержанию и эксплуатации Капитальных строений и изолированных помещений Эти требования максимально систематизированы и сокращены Они будут обязательными для соблюдения всеми субъектами При осуществлении экономической деятельности Также на улучшение бизнес-климата в Беларуси направлен указ номер 376 О мерах по совершенствованию контрольной деятельности Он минимизирует вмешательство контролеров в хозяйственную деятельность предпринимателей И нацеливает их на профилактическую работу Плановые проверки всех субъектов хозяйствования в 2018 году будут полностью отменены Но санитарная служба никуда не девалась Она работает и ее работа направлена в основном на проведение мониторингов Мониторинги это такой вид деятельности При котором собирается аналитическая информация Всеми доступными способами, в том числе через СМИ, через интернет Результатом визуального осмотра объектов Доступных для посещения и работникам санитарной службы Как и доступно для посещения всеми гражданами Республики Беларусь Это такие объекты, как торговые залы магазинов, например Школы, дошкольные учреждения, станции технического обслуживания, объекты здравоохранения и другие По результатам проведенной этой аналитической работы Субъектам хозяйствования выдаются рекомендации по устранению нарушений санитарного законодательства Если такие факты будут установлены И субъект хозяйствования вправе устранить эти нарушения И информировать санитарную службу о выполнении этих требований Или наших предложений, которые мы выдаем по результатам проведенной работы Приложением к декрету номер 7 президента Республики Беларусь Утверждены новые требования, которые максимально упрощают санитарные требования К субъектам хозяйствования и к объектам Все лица, ведущие бизнес и организовывающие разные виды деятельности Оказывающие услуги должны обеспечить безопасность оказываемых услуг и выполняемых работ Как для лиц, которые получают эти услуги, так и для работающих на предприятиях либо в организациях Вмешательство в проведение работ при организации бизнеса со стороны санитарной службы Возможно только при наличии доказательств о нарушении состояния здоровья Которое повлекли некачественно оказанные слуги в состоянии здоровья населения Или о каком-то неблагополучии в экологическом плане В целом работа, которая ведется и будет вестись в текущем году санитарной службой Будет носить предупредительный и профилактический характер В первую очередь это методом санитарного просвещения Это будут активно проводиться лекции, беседы, семинары, тренинги Вплоть до того, что субъекты хозяйства не вправе к нам обратиться с целью какого-то обучения И такое обучение будет возможно проводиться даже с отработкой практических навыков Вместе оказываемых услуг, либо выполняемых работ В то же самое время я хочу сказать, что мы по заявлениям субъектов хозяйствования Будем выдавать соответствующее заключение о соответствии субъектов хозяйствования И объектов требованием санитарных правил И я думаю, что лица, которые оказывают услуги и ведут бизнес Должны быть заинтересованы в получении таких заключений Потому что это даст им право быть более уверенным в качестве их оказываемых услуг А гражданам, которые получают эти услуги, быть совершенно уверенным в том Что те услуги, которые они получили, будут безопасны для их состояния здоровья К другим темам В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Александра Дубко Герой социалистического труда, герой Беларуси, губернатора Гродненщины Которого помнят и чтят в Принеманском крае 20 лет назад Гродненским областным исполнительным комитетом Была учреждена специальная премия За творческие достижения в сфере культуры и искусства И премия, одаренным учащимся и студентам, проявившим себя в учебе, спорте и творчестве С 2001 года премия стала носить имя Александра Дубко Сегодня в Гродно состоялась юбилейная церемония вручения данного гранта в области образования На мероприятии присутствовала и делегация из Лицкого района В ее состав вошли представители отдела образования, спорта и туризма И лауреаты премии имени Александра Дубко разных лет Кстати, впервые такая премия была вручена нашим землякам в 1998 году В 2001 ее был удостоен девятиклассник 11 школы Дмитрий Микулко Сейчас он заместитель директора по воспитательной работе студгородка Белгосуниверситета Сегодня Дмитрий Микулко тоже был приглашен на мероприятие в Гродно Для ученика и для взрослого человека очень важно признание Каждый из нас чего-то делает и хочет, чтобы это признавали И вот эти вот моменты, которые, как и премия имени Дубко Говорит о том, что какой-то труд, который мы, ученики, отказывая себе в чем-то вкладывали Достигали каких-то вершин, он признался Тогда в тот момент было понятно и важно, что, наверное, этот труд не проходит зря Естественно, это вырабатывает в жизни в дальнейшем какую-то определенную привычку Привычку чего-то достигать, к чему-то стремиться, ставить какие-то цели Когда ты к этому идешь, идешь, идешь И понимаешь, что ты потом, благодаря своим усилиям, чего-то достигаешь Дальше в жизни это очень сильно помогает И почти все ребята, которые так или иначе занимаются в период своей школьной жизни Каким-то спортом, учебой, научными достижениями, талантливой, одаренной Они так или иначе потом реализуют себя и во взрослой жизни В этом году среди лауреатов премии имени Александра Дубко Областного исполнительного комитета За творческие достижения в области культуры и искусства Тоже был личанин Сегодня она была вручена гимназисту Василию Сечко Так высоко отмечены его достижения в олимпиадном движении Он победитель областных и республиканских олимпиад по информатике Лицкие школьники знают и любят родную литературу Это доказал первый этап онлайн-конкурса «Читаем по-белорусски с волком» Во время которого учащиеся седьмых и восьмых классов со всей Беларуси Выкладывали в социальные сети видео со стихотворением Или отрывком из прозы школьной программы по белорусской литературе Осмотрев конкурсные материалы, жюри отобрало в региональный финал От каждой области и города Минска по 30 человек Продолжат борьбу и три литских школьницы С ними познакомилась наша коллега Анастасия Хрещанович Восьмиклассница 16-й литской школы Валерия Бычек Не может поверить, что ее прочитание верши Рыгора Бородулина «Треба дома вбывать шестей» уразила жюри республиканского конкурса После закончения пятого класса девчина разом с семьей переехала в Москву И прожила там два годы Белорусскую мову у российской столицы, вядома, швальера и не выучала Только еще летней в осенью, после вертания на родиму, знову села за подручники В ученице она сдольная, каже наставница белорусской мовы и литературы Татьяна Жватель Тому я и выбрала миновитое Е Створом для видеозапису Татьяна Викторовна так само худко вызначилася Так уже склалася, что рыхтовать в ушню читать выразно верши мне доводится не у першиню А еще, вот я уже с самого початку працую в этом классе, где учится Валерия Бычак Это 8А класс и там программа так выдатно складена, что такие творы, як Рыгора Бородулина Треба дома бывать частей, Алексея Дударова вечер, Дельба кабанчика Виктора Карамазова Это творы, якие рассказывают нам про батьковский дом, про родную хату И несут великий выховавший сенс И они лучше детей не забывать родную стяжинку Ну и выбирать, напевно, долго не пришлось, потому что я бачила, як однеслись дети возле этих творов Пропанову наставницы Валерия Бычак приняла одразу Правда боялась, что может не отриматься Одна справа читать верш на память на уроку, а другая на камеру для конкурсу Мне Татьяна Викторовна предложила в этом участвовать И я согласилась, но в таких конкурсах я никогда не участвовала И мне стало страшно, но я участвовала в маленьких конкурсах На подрыхтовку пошло некольки тыдню Два тыдня Валерия занималась с педагогом выразным читанием Ходина пошла на запис А вот в социальных сетках конкурсная работа была размещена за некольки хвилин Треба дома бывать частей Треба дома бывать не гостем Каб душой не очарстветь Каб не стратить святое чтости Когда Валерия Бычак читала верш Регора Бородулина То Надея Агиенко с Круповской школы декламовала сатиричную байку Олеся Звонока «Гарбуз» С твором девчонка и ее наставница белорусской мовы и литературы Светлана Кашлей вызначались долго Спочатку мы сняли видео с твором с широкими на полиции лететь А потом, когда проглядели некольки видео, полишили, что не охопали никого хумора и выбрали как это быть Спочатку мы выучили твор и постарались рассказать его выразно А потом сняли и смонтировали Мы несколько разов снимали, так как не отремовывалось должное эффект За хвилинным видео Надея Агиенко стоит шмодзенная праца не только ее и наставницы А лея одноклассницы, якая допомогла намалевать иллюстрации И Сябра, что допомог снять и смонтировать видео Так что до поспеху в первом этапе республиканского конкурса дочинения мают яны усе Надея отказная, старанная, процовитая, инициативная, творшая Поэтому я думаю, что это так и повинно было быть На початку загорелись и захотели подельничать все девчонки, их у меня четыре Но я удивлюсь, что у Сяза и Супрыц вырошили только две Это Агриенко Карена и Ильинка Надея Новина прохождение у региональный финал Надею порадовала А лишь настройка их усапсовала тое, что одноклассница не прошла на наступный этап конкурсу Теперь девчонка просто обовязана выступить выдатной за себе и за сябровку Рыхтуется до удела в региональном финале республиканского конкурса и восьмиклассница Минойтовской школы Рената Мамедова Как и Надея Агриенко, она со своей наставницей белорусской мовы и литературы Галиной Войтиховской Так само долго не могли вызначиться с конкурсным вершем У вынеку выбор спынили на верше Анатолия Вертинского Житё даётся, как житё творить Верш житё даётся, как житё творить, на мой погляд, вельми побуджальны Прочитавши его, уже нельзя просто сидеть Хочется творить, не марновать, не нищить, не бурить, а минавица творить Как память про себя жила вельми долга Хэтый верш мы выучали у школы на уроках белорусской литературы И уже тогда я сразумела, что у человека никогда не будет другой спробой на житё И что як проживеш, так проживеш А вот Анатолий Вертинский выполнил нас тем, как мы жили не просто тихо, мирно А незвычайно, неполторно Как мы творили, творили свою жизнь, как знакомитые творцы Региональные финалы конкурса «Чытаем по белорусску с волком» будут проходить с лютыха по красавик От рознини от первого этапа, где удельники размещали видео в социальных сетках И они будут выступать непосредственно перед журой От каждой в области и города Минска будут одобраны в республиканский финал по пять лепших читальников Пероможцы ж конкурсу буди вызначены у Майи у Минску Я надрымая каштонный подарунок от организатора Противоабортная акция «Поставь свечу в защиту жизни нерождённого ребёнка» была проведена сегодня в День памяти святых мучеников 14 тысяч младенцев от Ирода Вифлееми Избиенных во всех православных храмах, в том числе и Лицких В церквях прошли покаянные молебны о прощении греха детоубийства Данная акция направлена на привлечение внимания общественности к существующей в стране проблеме демографии и проблеме совершения абортов Церковь говорит о том, что жизнь человеческая зарождается во время зачатия То есть когда Бог даёт человеку душу И на какой бы это ни был срок, неделя, две недели Это уже начинается формироваться человек Мы, священники, беседуем с женщинами И в наших женских консультациях И уже есть результаты Мы отговариваем женщин Пытаемся им объяснить, что всё-таки это грех Подумайте Часто бывает, что и мужчины виноваты Мужчины подталкивают Нельзя вину складывать только на женщину Но что делать? Тем, кто совершил аборт Конечно, нужно каяться в этом грехе И вот эта акция «Поставь свечу» Её можно сделать не только сегодняшний день А можно поставить и завтра И в течение всего этого рождественского периода И покаяться в этом грехе Покаянный молебен о прощении греха Детоубийства в Храме Всех Святых в Лиде Возглавил епископ Лицкий и Сморгонский Вместе с ним за убитых во время абортов детей Молились прихожане, а также лицкие врачи Храм Всех Святых и музыкально-театральная студия «Радуга», работающая при нём В воскресенье приглашает Личанова дворец культуры Она организует здесь благотворительную духовно-просветительскую программу «Рождество всему миру торжество» Мероприятие начнётся в 14 часов Вход свободный В бассейне «Дельфин» прошло открытое первенство Лицкого района По плаванию среди учащихся спортивных школ В течение двух дней за награды в двух возрастных категориях 2005-2006 годов рождения и 2007 года рождения и моложе Боролись более 150 юных пловцов из Лиды и Гродно Они соревновались на дистанциях 50, 100 и 200 метров На спине, брасом, потерфляем и вольным стилем Как подведение итогов работы, это вот как результат работы тренерско-преподавательского состава Ну и в этом году было принято решение именно вот по возрастным категориям Как 2007 год и моложе и категория 2005-2006 год Почему? Потому как есть соревнования такие «Весёлый дельфин» Это областные, как бы немножко так сроки совпали И там вот мы могли увидеть, да, увидеть, как плывут дети, которые постарше А тут непосредственно вот принимают участие малыши Ну и радует то, что к нам приехали наши коллеги, к нам приехали команды из Гродно Участники открытого первенства Лицкого района по плаванию боролись за 20 комплектов наград Личане завоевали 42 медали, из них 14 золотых Гости из Гродно увезли 18 наград, 6 из них за первое место Мы первый раз с Лидой, мы приехали с командой вместе из Гродно В основном наша группа плавала 100 кроль и 100 бат Соперники, конечно, достойные Тяжело за ними гнаться, но мы постарались и заняли почетные места Поздравляем наших юных пловцов с успешным выступлением на соревнованиях И пожелаем им всегда быть первыми на голубой дорожке Будьте первыми во всем и вы, наши зрители И, конечно же, всегда смотрите Лицкое телевидение До встречи в эфире Партнер программы события Лицкий хлебозавод Испокон веков хлеб считался проявлением мудрости народной, красоты и здоровья Сегодня Лицкий хлебозавод радует вас свежим и румяным хлебом Ароматной выпечкой, необычайно вкусными тортами Мы заботимся о качестве своей продукции Поэтому используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты Лицкий хлеб выпечен с любовью